Время новостей Татарстана на ТНВ, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Гостя в Казани, Польше и Колумбии! Все эмоции до, во время и после матча попробую передать я слова Тухамадуле. Устранение тления. Открытое горение ликвидировано на всей территории свалки. Что сегодня происходило на мусорном полигоне в Лаишевском районе, увидел Дмитрий Аринин. Замуровали и продали. И в случае пожара жильцы просто останутся в ловушке. Как вместо сквозных проходов появились магазины и квартиры у Альбины Минебаевой. Освоение новых территорий. Дом сел уже, сейчас надо копать. Какие земельные участки выделили многодетным семьям под строительство, знает Анна Городнова. Свисток арбитра. Мяч в воротах. Трибуны гудят. Сборная России сегодня в Самаре выступала против команды Уругвая. Счет 3-0. Не в нашу пользу. Десятки тысяч болельщиков в Казани этот матч смотрели в фан-зоне. В основном молча. Игра только недавно завершилась. За ней под палящим солнцем в фан-зоне следила Альбина Асалгараева. Альбина, здравствуй. С каким настроением болельщики покидают фестиваль? Добрый вечер, Алексей. Сейчас мы находимся на площадке фан-феста, где буквально полчаса назад завершился матч Уругвай-Россия. Счет, как мы знаем, 3-0. Не в нашу пользу. Несмотря на то, что это был будний день, народу здесь было очень много. Некоторые болельщики уже ушли, некоторые остаются здесь. Все болели, переживали, кричали, поддерживали. Многие, конечно же, ушли расстроенные. Давайте послушаем их комментарии. Не расстроились? Расстроились. А потом в десятером команде, ей тяжело что-то противопоставить таким звездам, как Годин. Ну, боролись, молодцы. Дзюба молодец, Зоба молодец. Ну, хорошая игра, в принципе, бывает. Каждый матч по-разному. Команда была хороша. И все будет отлично. Ждем 1-8 финала против Испании или Португалии. Ждем, очень ждем победы. Правда, настроиться на 1-8 финала и верить в нашу команду. Это будет результативный матч, надеемся, в нашу сборную. А я хочу отметить, что этот матч не был для нас решающим. Россия уже обеспечила себе право выхода в плей-офф. Сегодня как раз играет Португалия и Испания. И будет две сильные команды. Будет понятно по завершении этих матчей, с кем же играем дальше мы. Мы пока остаемся здесь. Кстати, сейчас российских болельщиков сменяются испанские и португальские. Здесь будут трансляции матча. Так что мы болеем за наших, остаемся здесь. Футбольный праздник продолжается. Алексей? Спасибо, Альбина. Продолжается и футбольная тема в нашей программе. С таким же счетом накануне сборная Польши проиграла футболистам Колумбии. Одни праздновали победу, другие расстроенными покидали трибуны. В этот день Казань окрасилась в желто-синие цвета. Увидеть игру на Казань-арену пришли почти 43 тысячи болельщиков. Среди них был президент FIFA Джанни Инфантино. Он специально прилетел на игру уже во второй раз. Как фанаты из Южной Америки устроили футбольный карнавал, а поляки ломали стереотип. Увидел Салават Мухаммадуллин. И это они только разминаются на матче Англия-Панама. В 24-й день июня Казань перекрасилась в желто-синие цвета. В прошлом матче с Японией нам немного не хватило времени для победы. Поляки тоже проиграли, поэтому сегодня очень важный матч Мундиаля. Мы немного нервничаем, но готовы сделать все для победы. Фанаты Польши немного скромничали. В этот день они в меньшинстве. Я слышал, что люди из Колумбии 20 тысяч, а из Польши 8 тысяч. А после матча мы будем счастливы. Это я вам гарантирую. Пока казанцы удивлялись и снимали гостей на телефоны, болельщики же изучали татарскую культуру. Вопреки стереотипам, поляки оказались дружелюбными фанатами. Кричалки по очереди. Волгия! Я хочу, Волгия! Колумбия! Колумбия! Мы веселимся и пьем. Естественно, только в воду и прекрасно проводим время. 30-ти градусная жара дала о себе знать. Кто-то прилег на лужайки перед Кремлем. Самые стойкие продолжали петь и даже предлагали поработать за нас. Один вопрос. Для тебя. С тобой? О, нет, спасибо. С тобой? Нет? Нет, нет. Почему не? Это мой вопрос. Ближе к семи часам болельщики устроили карнавал. Так они добирались до стадиона. Танцы, кричалки, мексиканцы. Путь Казань-арене. Наши уже на стадионе. Мы уже болеем за нас. Мы уже знаем, что желтого цвета вообще не пускают на стадион. Тогда мы уже... У вас такой план, не впускать колумбийцев, да? Конечно, да. Здесь настолько невероятная и крутая атмосфера, что можно делать практически все, что угодно. И сразу же здесь тебя окружают колумбийцы. Песни, танцы, карнавал уже были. Сейчас попробуем добавить много романтики. Can you kiss me? Can you kiss me? Yeah! Thank you. Мы никого не подговаривали, а потому колумбийские мужчины, кажется, немного были шокированы. Но грустить в Казани в этот день было невозможно. Иначе... Это восьмой для моего друга и десятый для меня чемпионат мира. Здесь невероятная атмосфера. Я могу сказать, что это лучший по организации Мундиаль, на котором я был. Наступает ночь, и отказы поляков начинаешь понимать. Их команда проиграла со счетом 3-0. Мы не знаем, что случилось, потому что наша команда играла без того настроения, которое должно быть на Мундиале. Колумбийцы их, конечно, праздновали. Гуляли так, словно уже попали в финал. Спасибо, Рося! Некоторые поляки не выдерживали и тоже пускались в празднование. Это невероятно! Мы выиграли 3-0. Мы не можем в это поверить. Так колумбийцы гуляли до самого утра. Впереди у них решающий матч с Сенегалом. Мы же уже послезавтра ждем в гости болельщиков Германии и Кореи. Слова Тухмадолин Марадзе и Долин ТНВ. Казань. Начали с футбола, завершили перспективами сотрудничества. Сегодня президент Рустам Мениханов встретился с послом Польши в России Владземежем Марчиняком. Гость поблагодарил президента за высокую степень организации матча. Напомним, накануне в Казани сборная Польша проиграла Колумбии со счетом 0-3. Я считаю, что это очень правильно, когда торговые экономические, культурные связи, все эти области спорта, ну и политики тоже будут сближать свои позиции, значит, заглаживать те разночтения, которые мы работаем в жизни и в жизни. Болельщиков Колумбии можно ставить казанцам в пример, что и сделал сегодня мэр Эль Сурмедшин. На деловом понедельнике он показал ролик, как слаженно и ярко фанаты поддерживали свою команду. Это не записанный гимн, это на музыку. В 45-тысячном стадионе вот 25 тысяч колумбийцев стоя пели гимн и мурашки по телу. И это, конечно, какие они прекрасные болельщики. Польская команда, их было чуть поменьше. Какие они яркие и красивые, как они сделали другим город в период подготовки к матчу, проведения после. И это дорогого стоит. Лучший стадион чемпионата мира – это тот, на котором побеждает наша команда. Об этом сегодня заявил министр спорта России Павел Колобков на видеоконференции в Самаре. Она прошла с участием 11 городов-организаторов. На ней также присутствовал министр спорта Уругвая Фернандо Кассерес и президент ФИНА Хулио Маглеоне. Кассерес отметил, их хорошо встретили в России, они знают ее литературу, и люди у нас такие же, как в классических русских произведениях. Маглеоне рассказал о хорошем уровне организации чемпионата. Беспрецедентные меры по обеспечению безопасности были предприняты в городе. Во время игры работали почти две тысячи полицейских. Нарушения общественного порядка не было. Как сегодня сообщили в УВД Казани, до матча задержали 28-летнего казанца, который незаконно продавал входные билеты. Проводимыми профилактическими мероприятиями еще до начала футбольного матча был задержан житель нашего города, 90-го года рождения, по факту незаконной реализации входных билетов. Он привлечен к соответствующей административной ответственности. К чемпионату мира мы еще вернемся. Сейчас к другим новостям. Открытое горение на полигоне ТБО вблизи деревни Орел Лаишевского района ликвидировано. Окончательно потушить тление планируют в ближайшие сутки. Напомним, сообщение о пожаре поступило в субботу. Этот случай еще раз заставляет задуматься о необходимости мусоросжигательного завода. Отметим, в Казани уже несколько раз горела Самосыровская свалка. С тлением мусора начались и известные события в Подмосковье. Полигоны ТБО, похоже, уже не отвечают всем современным требованиям безопасности. Об экологической обстановке в Лаишевском районе подробнее. Дмитрий Аринин. Так пожарный вертолет вчера и сегодня более 20 раз поливал полигон ТБО водой. Открытое пламя ликвидировано. Огонь затронул 150 квадратных метров. Сгорел разнородный мусор. Хозяйственные постройки и люди не пострадали. Открытое горение ликвидировано на всей территории свалки. Продолжается тление мусора на площади 550 квадратных метров. Мусор тлеет в основном в глубине склонов холма. Их высота от 4 до 12 метров. Чтобы процесс тления был лишен кислорода, сверху кучу посыпают песком. Вот видите, сейчас машина этим занимается. Так уже сверху обработали поверхность на площади 2500 квадратных метров. В километре от этого полигона расположена деревня Орел. Сегодня жители спокойно гуляли на улице с детьми и сушили во дворе белье. Как говорят, ни дыма, ни запах от пожара здесь уже не чувствуется. Ветра не было, стоял как твой, вот это смог. Был только с утра как бы, маленечко, то это вчера утром. Сегодня уже ничего такого не было. Все нормально. Запаха уже нет. Какое-то беспокойство у вас есть сейчас? Нет. Беспокойство по поводу экологической обстановки развеивают и в Республиканском министерстве экологии. К месту сразу приехала передвижная лаборатория. Специалисты несколько раз взяли пробы воздуха. Результаты анализов атмосферного воздуха дают результаты, что превышение предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе не выявлено. Загрязнение окружающей среды не выявлено. Этот полигон принадлежит по Волжской экологической компании. Ранее здесь возгорания не было. Официальные причины этого пожара пока не называют. Возможно, из-за жары произошло самовозгорание. Чтобы окончательно ликвидировать тление, на полигоне круглосуточно, посменно будут работать около сотни человек и четыре десятка различной техники. По прогнозам, на устранение последствий пожара понадобится еще около суток. Дмитрий Айрин, Андрес Нтальцев, ТНВ, Лаишевский район. Вместо свободного входа и выхода кирпичная кладка, закрытая железная дверь. В казанских домах по улице Абсолянова, Читаева, Меридианная, сквозные проходы заложены по проекту дома. Но, как рассказывают жители некоторых многоэтажек, они не просто замурованы, а превращены в коммерческие жилые помещения. Почему вместо выхода тупик Альбина Минебаева разбиралась в ситуации? У сквозного прохода, который предусмотрен в проекте, есть порядковый номер. Даже есть почтовый ящик. Этот казус в 68-м доме по улице Читаева с 2008 года. Так говорит местная жительница Гусина Карпова. Больше 10 лет в доме место сквозного прохода квартира с пристроем. По словам женщины, общедомовое имущество продано. Пожарники сюда приезжают, рукава протягивают и тушат пожар, чтобы во двор не заезжать, так как там машины, и они не могут проехать. Но тракторист, у кого уютный дом, решил сделать пристрой. Где вы видели, чтобы к 10-этажному дому пристрой я сапку верла можно? Женщина написала обращение в прокуратуру, и МЧС. Последние как раз и подтвердили, что сквозные проходы заложены в проекте многоэтажки. Указанные сквозные проходы не являются эвакуационными выходами, а предназначены для прокладки рукавных линий, применяемых при тушении пожара. Когда вы покупали это помещение, вот оно вот такое вот было. В 24-м доме по Меридианы в случае ЧП пожарные рукава через подъезд тоже не смогут перекинуть. Здесь уже парикмахерская. Видно, что в кладовке сохранились лестницы. Нынешние владельцы помещение и не помнят, когда выход из подъезда превратился в коммерческий вход. Тут другие были, но они арендовали. А потом через аукцион выкуплено было вот это помещение. Закрыты проходы еще в трех соседних домах по улице Апсалямова. А к ним кирпичные пристрои, жилые и коммерческие. По словам жильцов, некоторые уже горели. Вы знаете, что здесь должен быть сквозной проход? Знаем. Здесь был магазин, киоск. Продавали круглосуточный. Потом тут прекратили. Горел? Да, дважды горел. Дверь сквозного прохода. Выход сейчас полностью захламлен. Стоит здесь унитаз. Сохранилась лестница, которая должна вести к выходу. Входу больше ничего и не осталось от сквозного прохода. По версии управляющей компании, дома в свое время им передавали уже с пристроями. Это сами жители сделали. Там правильная компания, там били треугольники. Дверь они ставят там, ничего не закрывают. Есть стройнадзор, есть государственные органы, которые проверяют. Мы не государственный орган, мы частые компании, поэтому у нас нет таких полномочий. Гостройнадзор нам ответил проверять жилищные инспекции. Последнее ведомство, в свою очередь, им рассказало. Жильцы им не жаловались, поэтому и проверку не проводили. В случае, если эти помещения являются самовольными, отсутствуют разрешающие документы на их размещение, мы будем принимать соответствующие меры. Меры – это предписание вас, управление компанией, о необходимости освобождения места общего пользования или общедомового имущества в лице земельного участка от прав третьих лиц. Если общим собранием жильцов принято такое решение, то в данном случае это законно. Соответственно, данные решения должны не нарушать права третьих лиц и не нарушать законы, действующие Российской Федерации. В том числе нормы СанПИН, нормы пожарной безопасности. Сквозные проходы – это часть общедомового имущества по жилищному кодексу. Контролировать должны сами жильцы и управляющая компания. Для закрытия нужно согласие большинства и пожарных. Все сквозные проходы Ларьябы проданы, и в случае пожара жильцы просто останутся в ловушке. Сейчас факты закрытия сквозных проходов в работе у прокуратуры. Главное, чтобы проверка прошла раньше, чем случится ЧП. Альбина Винебаева, Марат Зайдулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Об этой проблеме казанцы нам сообщили по телефону. Если вам есть что нам рассказать, звоните 570-50-17. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Освоение новых территорий. Бум, сел уже. Сейчас надо понапать. Какие земельные участки выделили многодетным семьям под строительство, знает Анна Городнова. Западное европейское оружие 16 века в Казани. По-английски. Как выглядят доспехи, узнал Ленар Геннатолин. Сразу два татарстанских города сегодня вошли в топ-10 лучших моногородов России. Об этом сегодня стало известно в Москве. Из 319 российских городов Елабуга и Набережные Челны в тройке лучших. Их опередил только башкирский Кумертау. Главные критерии отбора обеспечения бизнеса, инфраструктуры, привлечения инвесторов, обустройства общественных пространств. В Елабуге за прошлый год реализовали 5 проекта благоустройства, включая Гуляй парк и строительство сквера имени Нечаева. В Челнах построили новую школу, благоустроили набережную Тукая, бульвар Тинчурина и другие общественные места. Мы благодарны всем тем, кто вложил в развитие города Набережные Челны в последние годы не только крупные финансовые ресурсы, но и душу и сердце. Поэтому в данном случае, естественно, результаты нас в определенной мере, подчеркиваю, в определенной мере, потому что совершенству нет предела, на сегодняшний день удовлетворяет. Экологичнее и технологичнее готовится стать татарстанской нефтехемией. Российские компании подготовили новаторские предложения для ТАТ-нефтехиминвестхолдинга. Сегодня их выслушал Рустам Мениханов. Каким идеям дали зеленый свет, а над какими подумают, расскажет Альбина Сулгараева. Если все, что вы говорите, правда, хотя половине, то хорошо. Вот так иногда с юмором здесь обсуждают серьезные проекты. Компания ТЭСА презентует промышленные кондиционеры. Они не выделяют конденсат, потребляют в 10 раз меньше энергии. Президент поинтересовался подробностями. В ваших процессах надежность иногда дороже всем. Еще одни охлаждающие системы, и они уже представлены в республике. Компрессоры стоят на заводах Нижнекамск-нефтехима, Казань-Орксинтеза. У нас есть две программы. Одна программа связана с модернизацией существующих компрессоров. Это нам нужно для расширения марочного ассортимента по полиэтиленово-высокого давления. И другая программа, это новое производство тоже полиэтиленово-высокого давления мы рассматриваем. Обсудили и кибербезопасность. Компанию ICL предлагает программный продукт для предприятий республики. Тут президент поручил выслужить и присмотреться к этой сфере в целом. Мы должны минимизировать все эти вещи и выполнять все требования федерального закона. Но под этот шумок наши успешные айтишники, чтобы нас не разводили. И самое главное, в предприятиях тоже очень недалекие люди работают. Я не знаю, может крупных-то у нас более-менее. Нет же специалистов. Помимо прочего, сегодня утвердили план работы Совета директоров на ближайший год. Альбина Слагараева, Рина Сафин, ТНВ, Казань. Почти 2500 многодетных семей смогут выбрать землю под строительство. Казань получила участки из федерального реестра. Начнется освоение больших дербышек Кульситова, поселка Сокуры-Лайшевского района и Каймар-Высокогорского. Основная проблема – отсутствие инфраструктуры. Эту тему продолжит Анна Городнова. Бум, сел уже. Сейчас надо конопать. Равиль Гайфулин практически один в поле строитель. Соседей по пальцам пересчитать. Хотя выделять земли многодетно в Высокогорском районе начали 6 лет назад. Недавно провели электричество, но еще не подключили. О воде и газе здесь пока только мечтают. Если коммуникации было бы, шевеление все равно было бы. Потому что люди-то... Потому что воду возить... Ладно, у нас машина есть. А у кого машин нету, как, откуда, что возить. Это все воду привезти, сколько по деньгам тоже. Отец пятерых детей подсчитал, чтобы провести воду из соседней деревни, нужно минимум 100 тысяч рублей. Для коммунальной инфраструктуры необходима своя инвестиционная программа. Ведь вскоре по соседству с Равилем вырастут еще дома. Вот это чистое поле вскоре передадут городу. Оно находится в восточном поселке Каймара Высокогорского района, площадью почти 3 гектара. Построить здесь свои дома смогут 40 семей. Ожидается, что землю переведут в муниципальную собственность до конца этого года. 100 семей смогут выбрать землю и в Сокурах Лаишевского района. Там выделят 17 гектаров. Предлагают многодетным участке и вблизи Больших Дербышек и Кульсиитова. Люди порядка очереди приглашаются. Если человек приглашает на Лаишевский, а он хочет в Сокогорский, соответственно, они отказываются, ждут очередь. Имеется возможность 2 раза отказаться, ну 3 раза отказаться от предоставления земельного участка после 3-х, правда, включается. 6 лет назад, когда программа только заработала, в очереди стояло чуть больше 1000 человек. Сейчас многодетных семей в Казани 11 тысяч. Земли на всех не хватает. 300 гектаров мы уже изыскали, но это оказывается недостаточно. Сейчас нужно еще более 1000 гектаров земли. В очереди сейчас стоят более 6000 семей. До конца года выбрать участки смогут почти 2500. Для остальных надежда на федеральные земли. Сейчас решается вопрос о переводе на баланс города более 1500 гектаров в Сокогорском районе. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И мы возвращаемся к новостям. С полей чемпионата мира во время мундиаля гостям столицы должен запомниться не только красивый футбол, но и чистота Казани. Об этом сегодня говорил министр экологии Александр Шадриков. Он отметил, 90% нарушений, выявленных в ходе экологических проверок, устранены. Проверкам также подвергаются туристические маршруты. В целом, экологический фон в городе и особенно в акватории Казанки и Волги находится в норме. Мы должны создать максимальные условия для наших татарстанцев и, конечно же, для наших дорогих гостей. Соответственно, мы приложили максимум усилий, чтобы все это отслеживалось, мониторилось. 20 исторических объектов Казани попали в мобильный гид, разработанный компанией МТС. Познакомиться с достопримечательностями столицы теперь можно будет через мобильное приложение. Для этого нужно навести камеру смартфона на QR-код, наклеенный на памятник, и вы получите полную информацию. На пяти языках, как в текстовом, так и в аудио формате. Отдельно для иностранных туристов мы перевели еще на три языка, кроме русского и татарского, чтобы эти туристы смогли услышать это на своем родном языке. Это английский, это испанский и это китайский язык. Об интерактиве в те времена и не мечтали. У них были другие средства, средства защиты. Это кольчуги, мечи, копья и латы. В Казани открылась выставка оружия и доспехов. Здесь можно окунуться в атмосферу императорского двора 16-го столетия и эпоху рыцарских боев. С мечом в руке и улыбкой на лице. Сегодня многие иностранные болельщики признаются в теплых чувствах к нашей стране. Англичане не исключение. Выставка новая, и вот мы одни из первых пришли сюда. У нас уже друг примеряет доспехи. Такое парадное оружие в 16 веке олицетворяло власть, знатность и богатство. 53 предмета из собрания Государственного исторического музея прибыли в Казань. Этим экспонатом более 4 веков и созданы они были по индивидуальному заказу правителей эпохи Ренессанса. А использовали это оружие далеко не в битвах. Доспешный инкарнитур предназначался, как правило, для турниров. На турнирах всадник с такими доспехами был основной целью бойца с двуручным мечом. Он тоже представлен на выставке. Посмотреть на двухметровый меч весом 18 килограммов и на другие уникальные экспонаты приходят в основном мужчины. И это понятно. Сильный пол всегда испытывал слабость к оружию. Оружие всегда привлекало мужчин своей красотой, грацией, тем более то, что выставка приехала издалека. В музее пушечного двора на выставке западноевропейского оружия можно примерить даже доспехи рыцаря 16 века. Скажу вам сразу, это такая нелегкая ножа, около 8 килограмм сейчас на мне. Но это все цветочки по сравнению с главным экспонатом этой выставки, с кавалерийскими доспехами. Их вес достигал 40 килограмм. Проводились исследования специальные, и в принципе все доспехи 16-15 века, это не средняя низкая глиродистая сталь, но это сталь. В музее пушечного двора экспозиция открыта до февраля. Затем экспонаты вернутся в Москву. Ленар Генатулина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все же, все свое свожу с собой. На чемпионат в Казани они приехали в собственном доме. Это так называемые автодома. На время чемпионата их разместили на территории казанской ярмарки. Такие болельщики разместили не более 50 автодомов на двух основных площадках. Также запланирована организация одной резервной. Для автотуристов организована охрана, медпункт, есть электричество и возится мусор. Вай-фай, стационарные туалеты в конгресс-центре. В фойе конгресс-центр информационный стенд есть, где можно получить информацию об интересных местах города Казани. И это тоже было в Казани. Жители Казани помогли колумбийскому болельщику-инвалиду. Хулио Пико путешествует за любимой сборной по всей России. На прошлой неделе у него неожиданно отказал один из аккумуляторов инвалидного кресла. В социальных сетях он попросил о помощи. Буквально за день неравнодушные казанцы заменили ему коляску. О том, как сейчас чувствует себя болельщик, расскажет Алина Мусина. Этот сигнал означает батарея разряжена. Хулио Пико, болельщик из Колумбии, передвигается на коляске. Большие расстояния его не пугают. Он в России. Прилетел в Казань на одном крыле, как говорит сам болельщик. В Ульяновске у него сел один из аккумуляторов инвалидного кресла. Из-за этого колумбийцу трудно передвигаться. Когда я приехал в Россию, у меня начались трудности. Я очень удивился, как люди откликнулись на мою проблему. Люди здесь замечательные, очень добрые. Милосердие – одна из главных черт в характере россиян. После публикации Хулио о своей проблеме в соцсетях, фонд «Добрый Казань», «День добрых дел» и обычные казанцы помогли колумбийцу решить проблему. Кресло иностранцу предоставили в аренду. Теперь Хулио спокойно передвигается до окончания чемпионата. Собрана такая не слишком значительная сумма. Коляска везет, а в аренду у человека она будет до момента его возвращения на родину. То есть вернет он ее уже в самолете, который из Москвы, повезет его домой, обратно в Колумбию. Я так благодарен, что жители Казани помогли мне во всем. Ваша помощь оказалась настоящей. Я очень это ценю. Спасибо, спасибо жителям Казани. Это добрый случай, не первый за историю чемпионата мира по футболу. В Москве фанат из США помог россиянину в аналогичной ситуации. Он подарил ему инвалидное кресло за 10 тысяч долларов. Страховка в США покрывает запчасти кресла. И когда мы получаем новое, старое мы оставляем у себя. Зачем мне держать в своем доме 3-4 кресла, когда я знаю, что кому-то в Москве оно нужно больше. Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Для кого-то он уже запомнился на всю жизнь добротой и отзывчивостью россиян. Алина Мусина, Александр Лобанов, Камиль Исмаилов, ТНВ, Казань. Продолжит вечерний эфир ТНВ программы «Вызов 112». Сейчас о погоде. Я с вами прощаюсь до вечернего выпуска. Он выйдет в 21.30. Всего вам доброго. Пока в России все живут чемпионатом мира, игроки Рубинов проводят предсезонные сборы. Первый маршрут – Казанцев-Белград. Напомним, что базу клуба отдали сборной команде Японии. В сербии подопечный Курбан и Бердейва готовятся уже больше недели. В тренировочном лагере Рубиновых множество изменений по сравнению с предыдущим сезоном. Причем не только в тренерском и административном штабе. С командой тренируются и новички межсезонья. Ябухаров, Уремович, Байрамян, а также сразу несколько молодых легионеров. Я сразу согласился, потому что работал с этим тренером, знаю его требования. Знаю на себе, что я прибавлял при нем в Ростове. Может, даже и не так часто играю, поэтому недолго думаю. Татарстанцы выступают на Кубке мира по стендовой стрельбе. В немецком городе Зуль проходят розыгрыш юниорского чемпионата. В состав этой сборной пробили сразу пять татарстанских спортсменов. На траншейном стенде свое мастерство продемонстрирует Филиппов, Мамкины князья. В турнире на круглом стенде выступят еще две воспитницы татарстанской школы стендовой стрельбы. Елизавета Евграфова и Зиля Батыршина. Конкуренцию нашим девушкам составит 38 спортсменок из 16 государств. Сборная Португалии столкнулась с проблемами накануне матча третьего тура чемпионата мира с командой Ирана. Ночью группа иранских болельщиков пришла к отелю в Саранске, где остановилась португальская команда и начала шуметь, чем помешала некоторым из футболистов соперника. В частности, недовольным поведением фанатов остался нападающий Криштиану Роналду, который был вынужден выйти на балкон своего номера и жестами попросить иранцев вести себя потише. Матч между сборной Ираны и Португалии сегодня начало в 9 вечера. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. На всей территории Татарстана температуры перевалили 30-ти градусную отметку. Подробнее о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой и по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстании, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, местами возможен дождь, но будет жарко, плюс 31. На северо-востоке, в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге, переменная облачность. Тут без осадков до 32 градусов выше нуля. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделевске, облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, плюс 31. Солнечная и жаркая погода на северо-западе Татарстана. Тут до 30 градусов. На юго-западе местами возможен дождь, но это не скажется на температурном фоне. Он по-прежнему высок, плюс 30. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши будет жарко, 32 градуса, без осадков. В среду жаркая погода сохранится, вероятность осадков будет минимальной. В Казани переменная облачность, временами возможен дождь. Температура воздуха плюс 28-30. Ветер с северо-западный, умеренный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова